Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Садовый мир. Меня зовут Жихри Ванда, я садовод-практик. Сегодня приглашаю вас в одну из моих теплиц. Назрело очень много садовых работ. Как видите, жизнь кипит, перезимовали отлично хризантемы на одной из грядок моей теплицы. Есть совместные посадки, размечены лунки под томаты. И поскольку уже достаточно тепло, каждый год примерно в это же время я произвожу обработку стенок теплицы. Теплица моя со стажем, использую я ее 13 лет, поэтому нужно особенно тщательно подходить к ее обработке. Теплицу нужно обязательно помыть. Все садоводы это знают. Я делаю это дважды осенью в конце сезона, когда уже полностью собрано урожай, подготовлена почва. И весной после того, как начинает оттаивать почва. Для чего я это делаю? С промерзшей почвой, точнее с ее оттаиванием, поднимаются споры патогенов. И они оседают вместе с конденсатом на стенках теплицы. Для того, чтобы уберечь наш будущий урожай от развития болезней, нужно обязательно произвести обработку. Я постоянно делаю это фитоспорином. Это очень просто. Он готовый полностью к применению препарат. Им можно пользоваться непосредственно после его разведения и обрабатывать непосредственно стенки теплицы. Также я им проливаю почву, поскольку уже тепло, и эту работу можно выполнить уже именно сейчас. Фитоспорином я также опрыскиваю рассаду и сейчас также пролью всю зелень, которая находится у меня в теплице. Итак, приступаем. Фитоспорин для обработки теплиц я выбрала в гелеобразной форме. Поэтому я сейчас приготовлю сначала рабочий раствор, согласно рекомендации производителя. И затем уже по рекомендации, опять же, к применению на упаковке, буду отмерять столовыми ложками на 10 литров чистой воды для обработки отдельно стен теплицы методом опрыскивания. И пролью гряды, уже растворив рабочий раствор в лейке с водой для полива. Этой пачки хватит для приготовления рабочего раствора. 400 миллилитров воды. Ничего страшного, сейчас мы ее туда всю поместим. Нужно было, конечно, носику пакета уже сделать. Итак, вся пачка фитоспорина массой 100 грамм у нас в воде. В бутылке 400 миллилитров. Я ее закрываю, активно перемешиваю. Таким образом мы готовим рабочий раствор. Нужно убедиться, что он здесь растворился, комочков нет. Все, замечательно. Рабочий раствор у нас готов. И отмеряем нужную нам концентрацию. Для обработки стенок теплицы я использую 2 столовые ложки на 10 литров воды. Для полива беру ту же самую дозу. Перемешиваем. Раствор фитоспорина для опрыскивания полностью готов. Сейчас я его заливаю в опрыскиватель. У меня все готово для опрыскивания. Начинаем процесс. Для этого нужно пройтись и по каркасу, тщательно обработать поликарбонат. Заглядываем во все щелочки. Какие-то 5 минут и теплица полностью обработана. Мы обработали каркас, все поверхности стенок, потолка теплицы. А сейчас я обработаю раствором фитоспорина посадки рассады в контейнерах, которые стоят у меня в посадочных местах. И зелень, которая растет на грядках, как совместная посадка. А теперь раствором фитоспорина я из лейки пролью все грядки в теплице. В идеале, конечно, еще обработать и междуряди, поскольку патогены могут содержаться и на этом пространстве. И потом засыпать уже свежими опилками или мульчей, которые вы используете для этих целей. На всю обработку теплицы у нас ушло не более 20 минут в месяц с процессом приготовления рабочего раствора фитоспорина. Теперь теплица готова к дальнейшим работам. Будем готовить посадочные места и ждать теплой погоды для высадки рассады. Я с вами на сегодня прощаюсь. До скорых встреч!